Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами ваш друг Бебей. Это уже третья часть моего видеорассказа про Аркс Фаталис, и я не собираюсь останавливаться. В прошлый раз мы остановились на том, что прошли испытание разумизма и получили Зогарк от Змей Баб. Теперь нам надо получить Крагос от Алии, но загвоздка в том, что она нам не даст. Кольцо, пока мы не достанем ей щит древних. И все бы ничего, но этот самый щит находится в крипте, а мне туда просто пиздец, как неохота спускаться. Поэтому прежде чем туда идти, я решил немного потянуть время и спуститься на ярус ниже, в шахты троллей. Иду через Хрустальный Грот, и тут на меня нападают какие-то Змеи Бабы. Все мужчины такие. Я не был удивлен их нападению, ибо помню ту записку, которую мы нашли на трупе другой Змеи Бабы. И вообще, эти змейки просто пиздец, какие сильные магички. Буквально парой заклинаний они способны зажарить мою жопу до румяной корочки. На трубаке одной из Змеи Баб нахожу записку, в которой говорится, что наш Амшигар скоро даст Великой Матери Залнаше. Новую королеву, и они пытаются это остановить. Буду с вами честен, я нихуя не понял из этой записки. Видимо, это какой-то змеиный жаргон, и они на самом деле имели в виду какую-то пошлость. Ебись со мной, сука. Ты хочешь, чтобы я дрочил твои соски и ебал тебя? Наконец-то я спускаюсь в шахты троллей, и благодаря амулету, который мне дал Грю, эти няши совсем меня не трогают. Твоя друг. Кстати, вы помните, как мы отдали королю богу книгу по экономике? Так вот, теперь из-за этого в шахтах началась маленькая революция троллей, которые сняли с себя оковы гоблинского гнета и буквально голыми руками валят богатую, но слабую элиту. Вот так за один день я помог народу стать свободным. Как тебе такое, Невельный? Э? Э? В этих шахтах мы находим два гоблинских клана, которые вполне дружелюбны к нам, но при этом враждуют друг с другом. Просто послушайте, что они нам скажут, и какие замечательные предложения они нам сделают. Что вы тут делаете? Наша, клан земли. Тут жить хорошо, ненавидеть клан воды. Почему? Они глупые вонять рыбой. Твоя их убивай, а наша давай золото. У наша быть сокровище. Я подумаю. Моя поймать большой рыба. Мои рыбы большие. Что вы тут делаете? Наша народ воды. Наша жить здесь. Наша рыб ловить рыбка. Моя рыба большой-большой. Наша не полюбляй, клан земля. Почему? Они жрать крыса. Крыса жрать нельзя. Надо жрать рыба. Твоя их убивай, наша давай тебе большой волшебный штука. Большой волшебный рыба. Она быть раньше у большой шаман. Большой рыба-шаман. Ага. Понятно. В обычной ситуации я бы убил эти два клана сразу и вообще не парился бы. Но проблема в том, что я уже истребил все гоблинское королевство двумя ярусами выше и также настроил против них троллей. И не то, чтобы я был моралфагом, но брать на себя грех истребление целого вида существ как-то не по-христиански. Богохульник. Я продолжаю гулять по этим шахтам и нахожу торговцев, которые очень даже полезны. Ибо они одни из немногих, кто торгует действительно годными вещами, а также скупают абсолютно любое говно, которое я им продаю. Хабар принес. Итак, как бы это ни было печально, но пока что на этом уровне мне делать больше нечего. А значит, мне больше ничего не остается, кроме как идти в крипту за счетом древних. И дабы вы поняли мое беспокойство, разрешите мне вам кое-что пояснить. Дело в том, что крипта это такой людской склеп, в котором они хоронят других людей. И все бы ничего, но этот склеп растягивается на целых 5 уровней в глубину. 5 уровней, блядь! 5 этажей в ебаную бездну! То есть самый последний этаж склепа формально находится на самом последнем ярусе аркса. И как бы это ни было банально, но чем глубже мы спускаемся, тем пиздецовее крипта становится. Сам щит находится на третьем этаже склепа, и нам в принципе нет смысла спускаться на четвертый и пятый. Но ребят, вам же ведь охота узнать, что находится на последнем уровне склепа, да? Ох вы мои любопытные, хотите, чтобы я тут сдох, да? Чтобы идти в крипту, надо провести хотя бы минимальную подготовку. Тем более я собираюсь пройти все 5 уровней крипты за раз. Ты шо, больной или ударился? Для начала нам нужны средства лечения. И если у вас прокачан навык ремесла, то вы можете приготовить себе целительные зелья в дорогу. Что я говорить, алхимик? Также желательно закупиться всякими полезными ништяками, типа факелов, жрачки и так далее. Ну и наконец-то надо забрать ключ от крипты у начальника стражи Карла. Я должен продолжать поиски в гробницах. Ты откроешь мне дверь? Я дам ключ. Но не забывай об осторожности. Это очень опасное место. Да защитят тебя боги. Ну что ж, дела сделаны. Можно идти. Спускаемся на первый этаж крипты и нас сразу же встречают крысы. На самом деле первый этаж не так стрёмен и особых опасностей помимо мышек и пауков нет. Для начала нам надо открыть секретный проход, дабы мы смогли найти шорткат до другой локации. Иииии... комнату с курочкой. Насчет шорткатов мы еще успеем поговорить, а вот про курочку надо бы обмолвить пару словечек именно сейчас. Если рядом с курочкой мы используем заклинание, которое убирает иллюзии, то обнаружим, что эта курочка на самом деле человек под именем Лорд Инут. Чего, блядь? Вообще с этим Лордом Инутом связан отдельный квест, но подробно его описать я смогу лишь в следующем видео, ибо пока что ничего мы с ним сделать не можем и никак его нам не расколдовать. А пока что возвращаемся к нашим баранам. Каждый этаж крипты обладает своим коротким путем, который ведет на локации, соответствующие ярусу. Допустим, сейчас мы можем попасть на уровни с подземным озером. На данном уровне склепа нашим основным, но необязательным занятием будет разорение могил. Тут очень много захоронений, которые мы можем взломать с помощью кирки, дабы найти всякие сокровища. Конечно, в большинстве случаев мы будем находить всякую парашу, но иногда будут попадаться золото и драгоценности. В какой-то момент я нахожу могилку, в которой лежит некая вампирша Ашанта. Вместе с трупиком лежат какой-то ритуальный ножик, камешек вычурной и козырный мечик, которым мы вряд ли будем пользоваться. Так же, как ты с своими гениталиями. Не смешно. Кстати, несколько подобных камешков нам попадутся в крипте и их нужно сохранить. Они нам пригодятся. Идем дальше и находим на этом этаже статую какой-то бабы. Читаем табличку и узнаем, что эта статуя принадлежит Ашанте, которая является вампиром. И тут возникает логический вывод, что кто-то на полном серьезе воздвигнул здесь статую в честь вампира? В руках статуи находится чаша. Используем на эту чашу ритуальный ножик и наш Амшигар пускает свою кровушку. После этого открывается несколько решеток, за которыми находится разный полезный лут. Ну вот мы и окончательно обобрали первый этаж крипты. Теперь можно двигаться дальше. На втором этаже градус пиздеца начинает потихоньку нарастать. В частности потому, что тут попадается нежить в виде зомби. Этих пидоров сложно убить, ибо после смерти они снова встают и лезут в наши жопы. Поэтому их трупы желательно протыкать колышками. И вообще тут стрёмная атмосфера, блин. Я понимаю, что сам по себе очень пугливый, и возможно просто накручиваю. Но вы просто послушайте и посмотрите на это. Страшно, блядь. На данном этаже не так много интересных для нас моментов, не считая вот подобных кошмариков. Однако особого внимания заслуживает дневник охотника за нечистью, который мы находим на одном из трупов. Из него мы узнаем, что этот дневник принадлежит Азраэлю Шептимы, и король поручил ему особое задание. Очистить данный склеп от мертвяков и прочей дряни, дабы люди могли спокойно посещать могилы предков. Однако, как мы видим, его задание успехом не увенчалось. Решаем еще пару головоломок с загадками и проходим на третий этаж крипты. И тут-то начинается самое, блядь, интересное. Собственно говоря, не будет особым криминалом проспойлерить вам один момент в данном видеоролике. А именно то, что последние три уровня крипты являются моими самыми любимыми. Я очень! Проходим чуть дальше и видим катсцену, где из окна выпрыгивает новый вид нежити. Мумия. Хоть мумии не надо протыкать колышком, выбесить они все равно умеют. А именно своим блядским умением парализовывать. На данном этаже нам надо будет убить несколько йобиков и решить одну скудную головоломку с рычагами, дабы пройти дальше. Кстати, тут мы находим странные рисунки на полу, которые соответствуют рисункам на камешках, которые мы находили до этого. Поначалу я думал, что мне надо положить камешки на каждый соответствующий рисунок, но оказалось, что я просто дебил и альтернативно одаренный. Впрочем, ничего нового. Потом я немного брожу-перожу и дохожу до вот этой катсцены. У меня, кажется, новый гость. Кто ты такой? Странник? Грабитель гробниц? Кто здесь? Я Гладивир, которого смертно именуют призраком. Страв щита древних. Призрак. Я пришел за этим щитом. За этой дверью путь, что ведет к щиту. Но достоин ли ты хотя бы прикоснуться к нему? Щит наделен великой силой, и лишь истинно мудрый сможет взять его. Тогда испытай меня. Знаю, путник. Привидения никогда не убьют. Внимай же моим словам. Если ты поймешь их, то сумеешь встать на путь, ведущий к щиту древних. Ну что ж, говори. Ты идешь от заката к рассвету. Чтобы миновать солнце, узнай и почти шесть знаков шести древних. Сперва поверни плиты так, чтобы они указывали на шесть домов древних. Уж не связаны ли эти руны с теми знаками, что я видел на земле перед тем, как войти сюда? Да, вы все правильно поняли. Это головоломка. Ее суть заключается в том, чтобы запомнить расположение рисунков предыдущей локации. И в этом же порядке выстроить их в этом круге. Однако есть несколько больших но, которые растянули мое решение загадки на целых три часа. Как понять, откуда и как крутить руны? Откуда начинать? А крутить по часовой стрелке или против часовой? Начинать отсюда? Отсюда? Нам надо, чтобы рисунки шли по внутренней части круга или по внешней? Как? С горем пополам я покрутил все правильно и увидел вот следующую катсценку. Ну что ж, отлично. Ты на верном пути. Теперь помести каждый камень на место, соответствующее его дому. Теперь осталось понять, какой камень относится к какой колонне. Теперь мне надо положить на пьедесталы камни, которые соответствуют вот этим рисункам. Однако я как самый настоящий идиот начал складывать, глядя на вот эту часть рисунка. И тут многие скажут, что все в принципе логично и все, что нам нужно, это... Бумажно подумать. Но, ребят, я же дебил. Хорошая версия. Многое объясняет. Я забираю щит и теперь можно спокойно уходить. Однако разрабы не упускают шанс подергать меня за волосье на жопе. Короче, на меня выбегает ехидный лич, который задумал откусить мою писю. Ну, черномазый нигер, сейчас я тебя трахну, так что яйцо тебе звенеть буду. С горем пополам я, конечно же, его побеждаю. И вместо того, чтобы как любой адекватный человек съебаться отсюда обратно наверх, я спускаюсь на следующий этаж. Крипты. На четвертом этаже крипты в принципе все то же самое, но погуще. Везде мумии, ебанутые головоломки с рычагами, от которых уже блевать охота, и ваншотящие ловушки. Ничего нового, подумаете вы, но не торопитесь. В первую очередь надо обратить внимание на решетку, которая прикрывает путь к усыпальнице короля Пакселиса. Если вы не помните, то это именно тот король, который был во времена жизни на поверхности. Сейчас мы не можем к нему попасть, ибо нас ждет впереди лабиринт заблудших душ, которым нам надо бегать туда-сюда, нажимать рычаги, дергать себя за анус и смотреть, где какие решетки, стенки, двери открываются. Конечно, меня это уже немного подзаебало, да и думаю вас тоже, но не бойтесь, ребят. Разработчики умеют разбавить это уныние. В конечном счете мы этот лабиринт проходим и видим вот это. На нас нападает летающий меч, или призрак с мечом, хер пойми, короче. Но чем бы это ни было, эта залупа весьма сильна и бьется достаточно долго. К тому же спустя некоторое время к нему присоединяется летающий молоток. Что за ужас тут творится? Конечно, я их побеждаю и получаю новый уровень. Теперь мне нужно решить еще одну головоломку с рычагами, суть которой заключается в том, чтобы дергать за те рычаги, на которые показывает статуя вот этого чувака. И факт того, что после каждого дернутого рычага эта статуя начинает показывать на другие, меня пугает до усрачки. Потому что это жутко, что пиздос. А я, как вы помните, пугливый. После этой головоломки мы слышим самого Пакселеса. Итак, ты полагаешь, что уже преодолел все преграды, но теперь тебя ждет худшее, что ты только мог себе представить. Ты никогда не выйдешь отсюда живым. Поверь мне, мертвые не лгут. Да хорош меня пугать страшно, сука. На этом четвертый этаж крипты еще не заканчивается. Мы идем чуть дальше и натыкаемся на враждебный летающий топор. Так много враждебных летающих предметов. Я рад, что эту игру хотя бы не делали создатели Saints Row, иначе могли бы враги быть и похуже. После убийства летающего топора мы идем чуточку дальше и слышим женский голос. Спасите люди! Дама в беде, подумаете вы. Бабай, иди и спасай ее. Но на самом деле это нихуя не дама, а просто очередной оживший древний кусок говна. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Возможно, вы думаете, что все это путешествие в крипту просто полная хуйня, которая никак не играет для развития сюжета игры, и вы бы предпочли посмотреть еще рофлов про гоблинов или прочей подобной лабуды, но хей. Trust me, I'm... Mega faggot! На данном этаже мы можем нарваться на начало весьма необычного квеста, который в дальнейшем раскроет как минимум дохуя ответов на некоторые вопросы. В одной из комнат мы слышим голос духа женщины, которая просит нас о помощи. Ох, подойди, подойди, путник. Я не желаю тебе зла. Короче, баба рассказывает, что раньше она была прям чики-брики барышней, но ее почему-то убил какой-то одноглазый пятуч. И теперь она такая неспокойная, бродит, тут мест все не находит, поэтому мы должны найти убийцу, добиться правосудия, и лишь тогда барышня скажет, молодца! Кстати, надеюсь, вы уже догадались, кто это барышня и кто этот одноглазый убийца. Верно? Если нет, то мигом идите и пересматривайте прошлые видосы по Аркс Фаталис, или я вам в лучшем случае поставлю двойку, а в худшем раком. В конце этого этажа мы юзаем заклинание левитации, перелетаем яму с шипами и вуаля, остался последний этаж крипты. Последний этаж крипты не такой длинный, как предыдущий, да и тут нет жоподробительных головоломок, но он весьма угарен, если вы пришли сюда слабым и непрокаченным, ибо вам пизда! На данном этаже похоронены герои, которые были известны еще во времена жизни на поверхности, а также тут лежит и тупо отдыхает сам король Пакселес. В могилах героям находим какие-то волшебные камни, а также немного лута. После этого мы идем в сторону упокоения Пакселеса и расставляем камни на пьедесталы. Затем открывается могила короля, и мы находим козырный убер-шлем, который развивает иллюзии и дает неплохую защиту. Тут вы подумаете, что ой, херей, крипта закончена, ура! Но соизвольте словить майонезность за щеку, дорогие товарищи, ибо рофлы тут еще не закончились. Стоит нам хотя бы попытаться уйти, как вдруг... Короче, этот мертвый уябок натравил на нас двух личей, и это плохо. Один лич это уже заноза в жопе, которая может призывать зомби и кастовать мощные спелы, а два лича это уже, что ни на есть, настоящий дабл-пенетрейшн кактусами. И как бы это не было смешно, но имеется забавная возможность уйти отсюда, не подравшись. С помощью шлема мы видим на полу стрелочки, и если идти строго по ним, то можно быстро дать съебарей. Но стоит вам хоть немного соскочить с пути, как ворота в начале крипты закрываются, и вам придется начинать все сначала. И тут вы можете сказать, ну бебей, ну так и вали отсюда нахуй, хули ты нам мозги ебешь? Но я не могу. Дело в том, что за убийство личей дают опыт, и опыт нехилый. Поэтому мне хочешь не хочешь, а убить этих дебилов надо. Спустя 20 минут я их убиваю, заработав экспу и пару нервных срывов. Поздравляю вас, дорогие друзья, мы прошли все 5 уровней крипты. Вам может показаться, что это не такое уж и достижение, но поверьте мне, для меня прохождение этой крипты очень много значило. Ибо в детстве мне было страшно в нее играть, и я так ни разу ее и не прошел. А сейчас я прошел, и мне все равно было страшно, что пиздец. Теперь осталось дело за малым. Идем к Илье и отдаем ей щит. После этого узнаем неожиданные вещи. Да, вот он. О, Амшигар, ты же не знаешь, это щит не просто магический предмет, это щит моего деда короля Пакселеса. Вот блять. Короче, Илья оказывается дочка короля Ланчера. Да-да, именно та, которую спиздили несколько лет назад, при этом убив ее мать. Но внезапно эти самые мятежники не являются убийцами. Они всего лишь охрана Алии, которые именуют себя Орденом Священного Кинжала. И вообще, убийцы, судя по всему, связаны с сестрами Эдерны, которые, по словам Алии, за каким-то хуем хотят ее убить. Также Алия просит не рассказывать об этом Ланчеру, или же она нам жопку откусит. Охотно верю. Ладно, хрен с ним и с этой Санта-Барбарой. Нас ожидают дела поважнее. Спускаемся вниз и идем через путь с ловушками, которые Алия отключила. В конце пути нас ожидает дорогое нам колечко, которое поможет надрать Агба задницу. Идем через короткий путь в святилище Агба, убиваем сатаниста и касаемся метеорита. Чиджин! Метеорит русскокожен. Пойду сообщить о победе совету. Наверное, теперь я смогу вернуться назад на Ноден. Мишин комплитет, дорогие друзья, мы с вами прошли игру. Не очень! На самом деле нет, игра еще не пройдена. Следующее видео выйдет скоро, однако в нем будет куда больше стрёмного пиздеца, ибо вы узнаете, что Мишин нихуя не комплитет. А также мы спустимся в самый нижний ярус этих подземелий. А там нас ожидают хуйня в поклящих крипты, ибо из-за этой хуйни я в детстве так и не смог пройти данную игру. И вы просто не представляете, как я не хочу туда идти. Я не хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok